И здесь хочется тогда иметь два сердца просто, которые положить, вот чтобы, я не знаю, чтобы как тапочки у Радыки здесь были, что каждая, вот она с лизинкой, она здесь плачет, что она радуется от своего мана? Нет. Мана – это большая горечь, это разлука, это очень большая боль, любовь, разлука, мгновение, как в тысячах юг, это боль, и при этой боли, когда предный, наоборот, хочется встретиться с Кришной, и вот так мы понимаем, эта любовь, мне тут Кришна, я должен как-то к нему попасть, а она говорит, уходи. И здесь именно понять это на стане и попытаться как-то поучаствовать в этом ее настроении, потому что она, главное, не Кришна. Шелк Попада об этом говорил, все приходят через преданных, и путь Кришне, кто хочет, только через Радыку, но мы даже так не хотим. Кришна просто, Манджарь его любит только за то, что он возлюбленный их Радыки. Такая особенная любовь. И даже Горка, которая из Саки, которая подружки Радыки, тоже самое настроение здесь, поддерживает ее настроение вот здесь. Здесь даже ловить и не надо говорить, что злись. Здесь она сама в какой-то момент Радыки Манджари описывает, Рагунатда с Гасами пишет, что я подойду, когда Кришна меня будет говорить, увы, увы, помоги, пожалуйста. И я помогу ему. Говорит, он меня отругает за это. Поэтому здесь вообще и эта трудность, а здесь она может стоять вот так вот на дверей, не пустить просто по-прежнему сюда. А потом, чувствуя сердце, Радыки, когда, если запускает. Потому что сама суть, чтобы они все-таки встретились, этот Манд должен закончиться. Потому что внутри сердца Радыки бьется шьям-шьям. Внешне все закрыто, а внутри шьям-шьям. Поэтому это пение, которое должно здесь происходить, это должно петься внутри. Когда же вы встретитесь, когда, когда Радыка у вас встреча произойдет, когда эта Ман разобьется, кто этому поможет, кто вообще что может сделать здесь. В других местах Манджаи, да, подходит, просит. Вела бы Кусманджали, Рагунатда с Гасами пишет, что? Кришна подойдет ко мне и будет умолять, помочь ему. И я упаду, упаду в ноги Валите и буду упрашивать ее, Валиту. Только она может так подойти и сказать, Радыки, прекрати гневаться. Все, ввадь. В других случаях, когда обычный Ман, ну, легкий Ман, когда Радыки, во многих местах здесь, она может входить в это настроение Мана с причиной, без причины. Ман, без причины вообще, когда угодно, где угодно. Но здесь есть причина, и здесь ее Ман очень тяжелая. Поэтому здесь мы ничего сделать не можем быть в нашем состоянии, ничего не можем сделать. Поэтому здесь просто молиться и предползать, что вы парагунат, просто через вас и хоть что-то, капельку хотя бы понять вот это настроение и поддержать ее. Если в этот момент все остальные увидят, что наше настроение правильное, и все, кто ее окружают в Манжаре Сахи, увидят, что наше настроение правильное, что мы хотим служить Шамотер Зараме. И служить это значит понимать настроение. Где, когда, какое настроение и помочь в этом. Через это настроение мы поймем, что да, нужно сейчас убрать. Вот сейчас, вот посмотрите, сейчас открыли внимательно, посмотрите на эту картину. Она уже выключается, да. Еще есть картина там справа, где сама ситуация, что Кришна пришел и просит прощения. И Ман, надо понять, что это не просто вот, как бы, ради меня, Махабава, значит, ради него, все ради него, все ради Кришны. И тогда понять, зачем. В любви нет задает вопроса, но нам надо понять, зачем. Потому что, когда непонятно, у нас мы не сможем помогать, как-то служить вообще, что-то делать. Надо понять. И поэтому, в основном, рука Гасани, да и описывает, почему, Ман, что это служит любви. Любви, два девика, разлука и встреча. И если будут сырьем и рядом, и все хорошо, и все здорово, нужна возлюбь. И Ман, как одна из разновидностей, разлуки, когда возлюбленные разделены, у Кришны пробуждаются его скрытые возможности, которые сам он узнает. Как я могу, что мне надо достать из своего сердца, чтобы оно не стыдно, чтобы опять мы были в ней. Кришна забывается в этот момент. То есть, когда кого-то сильно любишь и забываешь о всех своих возможностях, и ничего не поможет. То есть, он здесь перо свое положил к стопам. Даже склониться, может склониться к стопам, поставить стопы радыки себе на голову. Потому что в этот момент, она так бы не дала в сознательном состоянии, и в таком среднем гневе, вообще бы не дала, чтобы просто отвернулась. А здесь она, как бы, отвернулась, чтобы Кришна просто сам склонился, и она не смотрит на Ню. Поэтому даже пользуется этим моментом, он стопы ставит, но это тоже не помогает. И вот что поможет, вот на этом мы как раз и должны читать руки, да с вами, и думать над тем, что же может помочь. А вот что я-то вообще? Никакой, но я хочу хотя бы капельку понять, насколько это, что это такое вообще за любовь такая. Потому что, когда я пойму хотя бы чуть-чуть эту любовь, то мне захочется там быть. Мне просто реально захочется там быть, с ними, в их лилии. Не в этой лилии самсаре. Поэтому только здесь руку, как с вами, как она должна быть, на самом деле, можно что-то понять. Правильно тогда, в правильном настроении можно тогда прийти. Даже просто платье того, что мы ничего не понимаем. И то будет хорошо. Просто какое-то вот состояние такое, что предаться этой любви, это значит, если я не понимаю, так и сказать. Я не понимаю. Но я очень хочу понять. Я очень хочу служить правильно. Так, чтобы доставить вам удовольствие. А напулино. Чтобы было благоприятно для вас. И когда манн стихает, тогда, конечно, такое счастье. И тогда можно петь. Тогда вот, когда они вместе. И когда манн прошел, то, что тут все хотят, наконец-то. И когда... Радыки помогают, Йосаки, в конце концов. Что за манн банка, кто произошел? Кто произошел? Кто произошел? Кто произошел? Кто произошел? То есть иногда ничего не помогает. Кришна ничего не может с этим сделать. И он просит помощи. Усаки и Манджарю. Что за манн? Связова. Связова. Пatus. Связических. Связ Personally. Да и не бойтесь. Сильная эмоция на воздухе, она быстрее принадлежит цель. Так всегда приходя сюда, и потом уже придавшись настроению, и потом уже придавшись настроению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok